Казалось, его энергии хватало на все и хватит еще надолго. Это кадры четырехлетней давности, здесь Ревякину 80. Тогда он с трудом выкрыл время для интервью между лекциями. Про него говорили неугомонный, а он другим и не хотел быть. Наверное, я был бы записан в разряд пассионария, в котором мне сидится на месте, которые страшно неуживчивы, которые скандалят, куда-то чего-то им надо. Родился в Алтайском районе Алтайского края, учился в Томском университете. В начале 80-х вернулся на Алтай, где занялся созданием географического факультета Алтгу. Фактически был одним из тех, кто основал географическое образование в регионе. Я помню, как студенты с большой теплотой делились о нем как о преподавателе. Они говорили, мы ходим всей группой. Они были в восторге от его передачи знаний, от его педагогического такта, от его научных знаний. Огромное научное наследие, сотни статей, книги, атласы, учебники, в том числе школьные, по географии Алтайского края. Кроме того, работал журналистом на ТВ, даже в кино успел сняться. Проводил недели в экспедициях, порой подвергая свою жизнь немалой опасности. Однажды едва выбрался из подснежной лавины. Горы и особенно высочайшая вершина Сибири Белуха были главной любовью его жизни. За ним закрепилось такое почетное звание «Хранитель Белухи». И на самом деле он был трепетным ее стражем, всем сердцем был предан горам. Он изучал ледники Алтаи и Саян. В то же время он яростно защищал интересы людей, населяющих Алтай. Протестовал против постройки Катунской ГЭС. Она, по его мнению, могла буквально убить экосистему алтайских рек. Или занимался проблемой мусорных полигонов в Барнауле несколько лет назад. Буквально на днях делился с коллегами ближайшими планами. Конференции, чтения, лекции. Теперь все это придется воплощать без него. Илья Кочетков, Андрей Печоркин. День с толком.